Теперь будет выступать Булат, предприниматель. Сейчас он вкратце о себе расскажет и о своем опыте. Добрый вечер, Уникс. Спасибо всем, кто собрался. 10 лет я не был в этом большом зале. Сам тоже с университета. Вспоминаю свои студенческие годы с большой любовью, ностальгии, как в одной руке болгарка, в другой руке спектрограф. Бегаем по физфаку, по подвалам Казанского научного центра, собираем первый стартап. Было очень много ошибок, было очень много гипотез, которые ряд из них подтвердился, ряд из них не подтвердился. Как сказать, тогда мы не обладали тем инструментарием, тем багажом знаний, которые есть сейчас в открытом доступе. Сейчас стартапы уже понимают, как управляются, как нужно вести молодую компанию, которая еще не распустила крылья. Когда мы говорим про бизнес, часто представляются такие серьезные дядечки в костюмах, которые сидят на совете директоров Татнефти, принимают какие-то важные решения. На самом деле, как коллеги Михаил сказали, что бизнес и предпринимательство – это всегда риск, это всегда про неопределенность, это не про советы директоров, это не про красивые костюмы, это больше про преодоление себя, про формирование сильной команды. Поэтому я хотел бы немножко больше на вашем языке поговорить, что в студенческие годы у вас есть прекрасная возможность использовать бесплатную инфраструктуру университета, то многообразие специалистов, студентов разного профиля для формирования своих проектных групп. Это все бесплатно. Вы можете привлекать людей, вы можете вступать в новые коллаборации. Вот это вот межинститутское взаимодействие, на самом деле, я просто вам завидую, потому что когда учился я, это еще был Казанский государственный университет. Это было круто, но это было очень худо. Сейчас вы федеральный вуз, сейчас у вас 18 институтов, огромный выбор направлений для коллаборации. Это просто потрясающе. На самом деле, вау, вам реально завидует не только Татарстан, наверное, вся Россия, потому что КФУ действительно сейчас очень-очень-очень крутой. После того, как мы побегали с болгарками и спектрографами, было очень много разных стартапов. Это и бьюти-сфера, и ивент-индустрия, и производство экологических стройматериалов, и инженерной коммуникации. Ряд из этих направлений у меня выстрелил. Где-то я понял, что первоначальные гипотезы были неправильные, и пришлось эти направления закрыть. Это нормально. Сейчас очень многие люди, почему не продвигаются дальше? Потому что для них фейл, какой-то промах, это психологически так сложно и некомфортно. Михаил тоже говорил про то, что надо выходить из зоны комфорта. Это точка вашего роста. Любой ваш какой-то промах, это на самом деле ваш успех. То есть в следующий раз вы на эту мозоль уже не наступите. Зарубцевалось, рука стала сильнее, мышцы окрепли. Вы уже не будете собирать проектную команду с тем составом, который вы делали первый раз, стартапа. Вы не будете заходить в ту нишу, где вы поняли, что у вас недостаточно высокое разрешение, нет компетенций. И вот это стремление делать итерацию за итерацией успешнее, шлифовать не только свой продукт, но и понимание вообще, как это все собирается, как это все работает. Используя современные методики, которые уже проверены по всему миру. Кто слышал вообще про Кремниевую долину? Silicon Valley. Нравятся кейсы, которые там есть? Facebook, Apple, Google. Нравится? Кому Facebook нравится? Цукерберг. Все, круто. Apple. На самом деле то, что мы видим с журналов глянцевых изданий, это красивая картинка. На самом деле у них полный хаос, и это все пилится на коленке. Это все до сих пор пилится на коленке. Это все до сих пор на салфетках. Это все до сих пор пот, кровь и слезы. Это очень тяжело. Это просто бла. Но на самом деле вам же нравятся вот те цифры, которые озвучиваются по их доходам, по декларациям. Вам нравится то, к чему они пришли. Если это действительно вас сжигает, если вы действительно хотите Теслу у себя в гараже, если вы действительно хотите, чтобы у вас было что-то выше, чем норма казанская, московская, мы все понимаем, что это достаточно ограниченный такой уровень, и дожидать до пенсии не очень интересно. Вот интересный кейс. Заходя сюда в здание Уникса на концертное мероприятие, на наше собрание, встретил одного студента. Я говорю, что ты какой-то грустный. Он говорит, что запрягает постоянно волонтерская работа, устроиться не могу. Я говорю, что ты же в престижном институте учишься, я уж не буду говорить, что дорого поступить. Он говорит, что я не устроюсь на работу, скорее всего, я буду уезжать из России. А почему? То есть у нас очень богатая страна, у нас колоссальные ресурсы, у нас классные люди. В чем вообще суть предпринимательства? Это именно в понимании того, что один в поле не воин. Каждый из вас, какой бы крутой исследователь, маркетолог, химик, технолог он не был, один в поле не воин. Вы можете сидеть у себя в кабинете, писать статьи, и это все будет уходить в стол, или на уровне нормы какой-то вы будете развиваться. Когда до вас дойдет, что вы действительно только в рамках коллаборации, в рамках какого-то проектного взаимодействия сможете сделать синергетический эффект, сделать добавленную стоимость, тогда вы подниметесь, подниметесь, и вас это просто будет окрылять. Так, мы поняли, что есть очень много идей в этом мире. И вот если посмотреть на цитату любимого нашего основателя компании Apple, он говорит, берите вот из вчера то, что было норм, то, что плохо, оставляйте. Это зарубцевалось. И каждый день, каждый день новая итерация. Вот как программисты делают, agile, каждый день они делают, планируют старт свой, спринт на следующие две недели и шлифуют свое полено каждые две недели, каждые две недели. Останавливаться нельзя ни в коем случае. И здесь очень важный момент, что тогда, когда вы нащупаете какую-то идею, которая будет вас мотивировать, зажигать, у вас такой затык психологический встает. Я там из простой семьи, у меня нет денег на бизнес, там нужны какие-то первоначальные инвестиции, ничего не надо, вообще ничего не надо. Потому что вы можете, используя опыт, мировой опыт, воспользоваться простой техникой. Она называется MVP. Minimum Viable Product. Кто слышал про нее? Ага, все отлично. Минимально жизнеспособный продукт. Какую бы крутую идею вы не пытались реализовать, в своей предпринимательской, в своей студенческой, в своей наемной работе, неважно где, начинайте с MVP. Вам нужно сделать полено, кривое, косое, вот прям салфетки, там клей торчит, да, вот все это. Это все ужасно должно быть. Но оно должно работать. То есть вот вы захотели, загорелись идеей, да? Вот сегодня мы присутствуем в зале, видим людей рядом друг с другом. У каждого есть какая-то мечта, может быть, какая-то, может быть, неосуществленная идея. Не откладывайте ее на потом. Вот попробуйте начать прямо сейчас. Подумайте, а кому я могу позвонить из своей телефонной книги, с кем я могу вступить в взаимодействие для того, чтобы реализовать хотя бы первую итерацию. Вот хотя бы чуть-чуть, один шажочек сделать к тому, чтобы организовать концерт, к тому, чтобы сделать какую-то образовательную программу. Или сесть в лабораторию и подумать, так, вот есть там тренд зарубежный, да? А давай мы попробуем вот на своем старом оборудовании что-то запилить. А вдруг получится? MVP. MVP. Не нужен никакой кредит. Вам не нужен партнер на старте. Вам нужно сделать MVP. Самую кривую, косую версию. И после этого вы поймете, работает или не работает. Зажигает вас, и вы готовы крутить дальше. Если эта первоначальная модель сработала, вы уже сможете себе найти поддержку и финансирование инвестора. На самом деле, вот если возвращаться к теме университета, в чем колоссальное преимущество именно студенческого периода вашей жизни, да? Когда вот я захожу в новый стартап, у меня есть такая вот проблема, это она, видимо, психологическая, да? Я пытаюсь разобраться в каждой итерации, в каждом этапе, в каждом модуле работы самостоятельно, да? То есть неважно это там технология или это продвижение, или это команда образования. Вот такой вот пунктик, да, есть. То есть это выглядит, как обычно называется на слайде. Видите, да? То есть человек, мало того, что он продукт разработал, он еще сам, как многорукий многоног, вот такой вот, да? Он пытается там и логистику сам отстроить, и маркетинг, и так далее, и так далее. В чем плюс того, что вы в университете? 37 тысяч студентов, еще там, наверное, сколько-то, 8-9 тысяч педагогов, 18 институтов, огромная инфраструктура, да, вот согласно сайту университета, она горит желанием сделать что-то чуть больше, чем уровень зарплаты там или уровень стипендии. Вы зажгите их свои идеи, вы скажите, чувак, там, уважаемый, Хармат Ле, dear friend, у меня есть идея, давай работать вместе. Вы делегируете часть своих проектных полномочий им, и вот тогда это будет лин-стартап. Тогда вы буквально за короткий промежуток времени собираете проект, который не будет заставлять вас входить в каждый модуль разработки, в каждую какую-то вот ненужную рутинную процедуру. Вы можете найти людей, там, копирайтеров, к примеру, с филфака, я не знаю, как это сейчас называется. Можете найти, там, крутых маркетологов с кафеи, кафеи, как это сейчас называется, UF, можете найти, там, технологов соответствующих институтов. И вот эта коллаборация, она колоссально позволит сократить вам свое время, и за свою студенческую жизнь вы сможете запилить не один стартап, а несколько, протестировать много гипотез. И чем больше итераций вы делаете, чем больше гипотез вы тестируете, вот 10 стартапов, и один из них может быть фейсбуком. Ну, как бы, мне кажется, игра стоит свеч. На самом деле, на этом я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы пришли, за то, что дали возможность мне, коллегам, спикерам выступить, презентовать эту совместную образовательную программу. И я передам слово нашему модератору, уважаемому Славату Галееву. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...